Сколько раз в детстве вы слышали перед выходом из дома фразу от мамы или бабушки «Надень шапку», а то дальше у каждого была своя страшилка – менингит, отмороженные уши, отит или просто простуда. Оказывается, сегодня заработать отит при ОРВИ очень просто. Казалось бы, обычная инфекция, но именно она может привести к последствиям для слуха, если вовремя не провести необходимую диагностику и лечение. Это в большей степени относится к детям, которые чаще простужаются и не всегда говорят родителям о недомогании. Отиты – это воспаление уха. Есть отиты разные, но, конечно же, мы с вами сейчас говорим о воспалении среднего уха. Вызывается это, как правило, какой-то инфекцией, бактериальной инфекцией. Почему на сегодняшний день это актуально? Заканчивается осенний-зимний период. Как правило, дети в этот период болеют много, хватают сначала вирусные инфекции, начинается все с насморка, в простуд. И анатомически так предрасположено, что насморк легко заканчивается отитом, легко это попадает в инфекцию уха. По статистике, почти все дети переносят острый средний отит в течение первых двух лет жизни в связи с имеющимися у них возрастными особенностями строения среднего уха. Часто в этих случаях отит не распознается и беспокойство ребенка, повышение температуры родители приписывают сопутствующей респираторной инфекции, болям в животе, прорезающимся зубкам и так далее. Нужно бояться в первую очередь носа, занос, и инфекция в ухо попадает через нос. У нас нос соединяется слуховыми трубами с ушами. Если у взрослых они под наклоном закрыты чаще, то у детей они короткие, широкие, открытые, и все это легко попадает. Снаружи ухо закрыто, барабанные перепонки, поэтому шапки, укутывания абсолютно от этого не спасут. Одевать нужно ребенка как себя плюс одна одежка, потому что если он вспотеет, то наоборот больше вероятность того, что он опять заболеет. Ребенок повзрослее, как правило, скажет нам о том, что у него болит ухо. Маленький ребенок, значит, это беспокойство ребенка. Кажется, что что-то ему болит. Он будет крутиться, вертеться, где-то наклонять голову, плохо спать, может нарушаться аппетит. Плюс, если есть подъем температуры, мы можем думать о том, что может быть отит. Сегодня обращение юных пациентов к врачам отариноларингологам с данной проблемой растет. А все потому, что и детей, которые стали часто болеть вирусной инфекцией, увеличилось. К слову, порядка 25 маленьких пациентов с острым отитом сегодня находятся на лечении в Бреско-Дескообластной больнице, а также идет большое количество обращений родителей в приемный покой. Только за последние сутки обратилось порядка 20 человек. Среди них и маленький Савелий с мамой. Рекомендация врачей сегодня такова. Если ваш ребенок заболел простудой и при этом стал очень беспокойным, стоит обратиться к врачу и проверить ушки. Не теряйте драгоценное время.